У вас тоже 22-е? Значит, мы на одной планете. Все хорошо. Так что, друзья, я всех вас битаю. Церковь Бедваго починает свое служение перед лицом Господним. Дякую вам, дякую каждому, кто сегодня нашел час, подключитесь и будьте готовы на служение Церкви Бедваго. Забирание уже началось. Сегодня у нас участвует Алексей Мария Эдмонтон, Канада, Людмила Шуман с друзьями Шитло, Польша, Оксана Ревне, Васильчугева, Россия, Вера Адамович, Сакраменто, Вера Фрицак, Молдова, Кишинев, Эра Длида Лиг, Немеччина, Уалдель, Уалдель, как там было дело, забыл. Где-то так? О, Эльдель, О, Эльдель. А, О, Эльдель, без Р. О, Эльдель. Максимчук, Людмила Ольга Саражинская, Таня Долженкова, Володя Шек, Виталий Фурманчук, Витя Климюк, Микола Пилипенко, Олег Билаш на работе, и я, Санова Косян. Сегодня начинаем служение перед всем Господним. Ну, в дальнейшем, кто будет участвовать, участвовать, а решта уже так и быть. Так что, мы тоже рады, что вы, друзья, и будем упочинать наше служение. Хай Бог всех вас нас реально благословит. Значит, читаю местописание, учитывая, что у нас сегодня гости. Мы тоже рады наших друзей. Сестра Людмила в двух словах пригласила познакомить нас с нашими друзьями, чтобы мы знали, кого как звать. Включить микрофон. Возле меня брат Ярик находится. Брат Ярик? Да, а тут есть его жена, сестра Оля, и их мама, сестра Велеслава. Ага, мы тоже рады, друзья, за вас. Хай вас Бог благословит. Я думаю, по мере возможности мы будем разом спелкуваться и прославить нашего Бога. Зараз служение Церкви Велеслава. Начинаем слово. Читаю местописание, потом мы помолимся, потом по мере возможностей, у кого будет обожание, буду подключаться, говорите, сестра Вера Адамович, скажите, ваша думка, как зараз краше, правда, чем было раньше? Все бачите, все чуете, все разом, так? Иногда, правда, когда вы говорите, включить микрофон. Зараз у вас выключено, хай будет, что это... Так, читаю Слово Божие. Це відома нам ситуація, ведь Иоанна 3 глава, с початком. На третий день был брак Канни Галилейской, и матерь Иисуса была там. Были также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вино, то матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносцев, стоящих по обичаю очищения иудейского, вмешивших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполняйте сосуды водою, и наполнили их доверху. И говорит им, теперь почерпните и несите распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавши вино, а он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавшие воду, когда распорядитель зовет жениха. И говорит ему, всякий человек подает сверху хорошее вино, а когда напьются, когда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели. И так положил Иисус сначала чудесам и канон Галилейским, и явил славу свою, и уверовали в Него, ученики Его. Я думаю, что эту историю всем нам ведома. Всем нам ведома, и все чудо знаем. Нагадаю, что это было первое чудо, которое робил Господь. И, как ни странно, это чудо тропилось там, где богатым людям как раз на руку. Ты бачи, иногда говорят, вот, Иисус сделал вино, воду вином. Бачишь? Значит, надо пить. Я в таких выпадках говорю, хорошо, сделай ты такую саму воду, вина и пей. Я не против. Сделай. Ты сделай, бери 10 литров воды, помолись, что хочешь там, руби и пей. Если у тебя получится, я же с тобой сяду и выпью, попробую. А, не получается? Ну, тогда пойми, для чего Он это сделал? Чтобы ты открыл глаза. И, знаете, что бывает? Когда Иисус взял воду, залил эти ёмкости водой и говорит, несите. Не написано, что этих людей, они скажут, ты что, издеваешься, что что? Ну, есть такие, может быть, а не получится, да что вы, зачем? Я не буду позориться. Иногда бывает, когда людей, верующих людей, говоришь, то и другое, мало того, у них нет вери, сейчас они стоят препятствами. Они сейчас препятствуют, ты такой, что, такой враженный, как будто ты им предлагаешь нереального. Ну, слушай, да вера наша? Почему тебе не можно доверять и Господу? Почему не можно поверить? Почему не можно просто сказать, Господи, я не понимаю, я не разумею, я это всё твои руки вручаю, Боже. Я хочешь, так и поступаю. Всё. Моё дело, слуга, я должен виконовать. Моё дело, робите то, что ты поручил мне. Эти люди, знаете, они мовчика взяли эту воду для них, они же бачили воду, сами наливали эту воду. Здесь нашли, приносили, вёдрами, волочили, выносили, носили. И теперь Иисус, настолько у них была глубокая вера, они прекрасно понимали, что этот Иисус, это той, о которой говорили. Когда принял хрес, может, они были там. Это той, который многознательный людина, многого, чему он говорил. По крайней мере, о нём говорили. И знаете, они даже не спорили и не задавали лишних вопросов. Они мовчика эту воду, которая превратилась в вино. Они ничего не знали. Они несли туда. И я думаю, что когда они несли это, никому голова не приходила по дороге, кому-то сказали, знаешь, это вода. Иногда, знаете, бывают такие моменты, когда люди сами, у них не хватает веры, они сбивают веру других. Иногда бывает, что людина сам недопонимает, что он может сбить рядом стоящего брата и сестры. Иногда сами не могут определиться себе дорогу, куда идти, как идти, что сбивают других. А вот только той тоже не пришёл туда. А вот той тоже не имеет ничего с ним общего. И знаете, а эти люди нет. Они просто доверяли Иисусу, я хочу, чтобы мы правильно разумели. Ты представляешь себе, что тебе дали пустую коробку бумажника, пустой, ты бачишь, пустой бумажник. И говорят, на этот бумажник передай этим людям, они молятся, просят, гроши хочут, дай этот бумажник ему. И ты и даешь и думаешь, слухай, ну, что ты, пустой бумажник, на гроши? Да, так и скажи, берите эти гроши. И казалось, ты потом будешь крайний. Тебе скажут, ты что, обманщик. А вы знаете, тут вопрос стоит о вере. Я, люди, сегодня я не настолько хочу говорить про чудо Господне, которое явно. Я хочу говорить про тех людей, которые несли эту воду. Вы понимаете, что эти люди, они настолько доверяли Господу, верили Богу, боялись Бога, по крайней мере, они принимали Божьего. Иногда Господь нам поручает то и другое. Знаете, мы мало того сами сомневаемся, что других вносим в сумнивы. И эти люди сами сомневаются. Почему? Потому что ты им говоришь всякую неправду и тому подобное, всякие твои подозри. И этим людям сбиваешь от дороги, от пути Господней. Спрашивается, где твоя вера? Почему такой ты маловерный, Петр? Почему ты не доверял мне? И уявляйся, ты несешь этот бумажник, пустой бумажник. Вот Иисус себе дал этот бумажник, отдай этим людям, деньги отдай этим людям. А ты несешь ты должен просто знать. Господи, я верю, что они когда откроют, там побачат столько, сколько им необходимо. Потому что это ты сказал, это не я сказал, это ты сказал. И ты здесь веру и даешь этот бумажник. Заберите, это Иисус вам передал этот бумажник. верите, там деньги. И у тебя голову не приходит, что бумажник был пустой. У Петра была проблема. Он видел воды, мы в прошлый раз говорили, и усомнился. Петра были проблемы, но у этих людей, которые несли воду, я хочу, чтобы мы больше поняли. Я никогда не чувствовал, чтобы кто-то акцентовал на этих людей. Мы больше акцентуем на Иисуса, что воду срубил вином. Но представьте другую сторону, когда эти люди, которые наполнили эти сосуды, как там написано, было тут шесть каменных водоносцев. Шесть каменных водоносцев. И эти люди начали наполнить сосуды водой и наполнить их доверху. Это о чем он говорит, эти люди, которые призваны были послужить, ведрами носили и эти водоносцы наполнили водой, 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 водой. Я не знаю, сколько там литров было. И они несут, да несут, несут, мало ли, не знаю, что несут, но наверное, когда они сказали Иисус, уже все, наполнили там, тогда Иисус скажет, несите, раздавайте там это. Знаете, эти люди, эти люди, которые бачили явную воду, и они бачили, как воду налили их, не сожгли, что нести туда, нигде не написано, что они по дороге подумали, зачем так позориться, зачем такое унижение, зачем, нет, сами были верующие те люди, которые они с верою принимали, с верою они не отвергали, они просто доверяли Господу. И распорядитель первого от Бога удивлен, и скажет, всякий человек подает первое хорошее вино, когда напьются, тогда худшее, а ты хороший венец вели после, потому что Божье присутствие, знаете, обновило обстановку, Божье присутствие чудом своим, он начал новую эру для тех людей, и я уверен, что когда они узнали эту истину, распространилась о нем молва, и люди все узнали, что такие чудеса створил Господь. Я уверен, что эти люди, которые носили, они первые свидетели, они рассказали больше, вы представляете, я лично носил эту воду, я ходил там источник напомню, колодец там, я взял и напомню, ты представляешь, эту воду я не они наливают, водой течет вина, вот такие чудо рубили, и знаете, не свидетель, одно дело, когда ты чук, где-то кто-то, что-то, это, ну, а вдруг не так, вдруг так, люди по-разному рассуждают, а ты сам знаешь особисто, ты лично говоришь, что я был свидетелем, чуешь, никто иной, это я был там, это было явно чудо, Бог проявил чудо, и сегодня я вам свидетельствую, дорогие друзья, я хочу сказать, что Христос, который 2000 лет назад воду превратил в вино, и он сегодня здесь, друзья, и он сегодня готов, он допускает, чтобы мы были этой носили вот эту воду, типа, что мы были яркие, явные свидетели Божьи, что мы дали каждый себе отчет и знали, действительно, Господь чудный, действительно, он вчера, сегодня, навеки той самой, действительно, он не меняется, он по-прежнему завершается, мне хочется, чтобы я подбодрился, что Дух мой ободрился, чтобы я чувствовал его присутствие и с такой верующим и прославил ничего не получится, а там никогда ничего такое не бывает, а вот так всякий еще сатана может внедрять нашу голову, поэтому надо изгонять во имя Иисуса, сатана отойди, у нас есть, писание говорит, верующий Сином Божием свеченный себе самым, каждый природный человек должен осознать и знать, самое величе чудо это то, что я, ты, каждый из нас уверовали Господа, мы раньше не были такими, раньше не думали такие, но Господь вошел в наше сердце, поменял наше сердце, и у меня есть свидетельство, я должен говорить, как власть имеющий, я должен говорить, почему, потому что он вошел во мне, поменял меня, и я сегодня знаю, я знаю, кого я уверовал, друзья, Бог дает сегодня нам право, задайте этих водоносчиков, я их назвал, не знаю, водоносчики, они носили воду, взяли воду, наливали, понесли, и нигде никуда не сомневались, они знали, что он знает, что сказал, он знает, что он делает, хай Бог нам да поможет, зараз мы помолимся Господу, подякуем Богу, за милость Господню, подякуем за каждый из нас, что Господь положил наше сердце, будь разом, присутствии Божьей, потому что Писание говорит, если вы двое обоих избраны во имя мое, то я посреди вас, друзья, позапомните, знайте, и записывайте себе, вы между нами, а его имя прославится навеки, кто как может, скинуем свои колени, помолимся нашему Богу. Смолитесь, пожалуйста, за весю, у нее немного насморка, они уже с Олей пошли, немного приболело, за весю, что Бог ее исцелил, милосердный Отец, мы тебе шире дякуем Божем, мы благодарим тебе, Дух Святой, мы славим и возвеличим тебя, Отче Лебесный, я знаю, что ты, Господи, чудный, всемогущий Отец, Аллилуйя, Тебя раболая, слава тебе, Дух Святой, хвала тебе, Тебя раболая, сожняли, тебе беде, я прошу, милосердие, благословимые брати и сестер, кто сегодня подключился, кто сегодня дал взгоду, Боже, прийти на это место, Господи, и прославить Твое имя, Боже, благослови, Аллилуйя Тебе, слава Тебе, Господь, хвала Тебе, благослови, Тебе, ты бачишь, что люди кажут за тих сестер, Господи, за Олю и другого сестра, Боже, которые нуждаются, Господи, исцеление, Боже, мы верим, что ты чудный, всемогущий, Боже, ты благослови, Господь, ты из силы, Боже, ты дай из силы, Господи, Боже, милосердный, и каждый, кто спешит на сегодняшнее служение, Боже, дай устроенство, ты бачишь, эту Викторию, Господи, она также нуждалась, Господи, Боже, но каким-то чином ее не имеет, Боже, пожалуйста, Боже, благослови, чтобы она изъявилась, также чула Слово Твое, Боже, благослови нас, веди нас, Боже, и будь с нами, а имя Твое будет возвеличено, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Добрые друзья, будь ласки, ищем вратаре, починаем, хай Бог благословит, иду катастрофи, иди 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 иди. Иоанна, 5 глава, 24 стих. Ищена, ищен, гору вам, слушайте Слово Мое и верующим, пославствуя Меня, имея Жить Вечную. И на суд не приходит, но пришел от смерти в жизни. Жизнь легко прожить, чтобы не осталось. Жизнь легко прожить, чтобы не осталось. На сердце никаких глубоких ран. Чтобы не возникло хоть немного жалости, что шанс прожить второй раз нам не дан. Так много изменить бы мы хотели и по-другому эту жизнь прожить. Упоры достигали мы бы мы цели, ведь по-иному все могло бы и быть. Но жизнь дается Богом лишь однажды. Свой путь земной один раз пройдет. Пройдем. Никто не покидает землю дважды. Мы дважды в ту же воду не войдем. Бог милости обновляя каждую утром нам постоянно с вами говорит, что каждый день является здесь чудом. И каждый день он новое творит. И пусть не дан нам шанс родившись снова хотя бы что-то про прошлое изменить. Все же забывая заднее для Бога, мы можем лучше настояшим жить. Ведь наша цель не прошлое, а небо, а важно то, какие мы сейчас и сколько мы имеем в жизни хлеба и сколько дочь возьмем его от нас иди и идти самым другие звести заблудчик и спотыкаться и опять вставать. Но не искать пути лишь легких лучших, хотя придется часто у нас страдать. И будет раны, будут ошибки, не эти для нас главные сейчас. Пути нас тернисты, трудные избытки, но в небо Бог сам направляет нас. Ведь только Он гибели спасает, подводит справедливый здесь итог. Но кто Христа спасителем познает, тому не будет уже судьей Бог. Жизнь легко прожить, чтобы не осталось на сердце никаких глубоких ран. Но это ведь такая же милость, как наш, когда нам шанс быть вечным с Богом дан. Аминь. Часто по этой дороге так тяжело нам идти, и заплетаются ноги в узком тернистом пути. Сердце отравят сомнения, горе чинят, разольют. Разве у вас не бывает жизнеподобных минут? Кресли тяжелые так давят, кажется, вот упадут. Кто же на ноги поставит, как же я дальше пойду? Просишь, обвежите силы, что сердце победой зажгут. разве у вас не бывает жизнеподобных минут? И опусясь на колени, дверь затворив за собой, трудные эти минуты к Богу возвышать с больбой. Сердце забьется так громко, слезы из глаз потекут. разве у вас не бывает жизнеподобных минут? И благодатные силы сердце наполнят собой, небо поднимут на крыльях, путь обличая земной или мелодии дивной, мир неземною влекут. разве у вас не бывает жизнеподобных минут? О, дорогие мгновения, силу дающие нам веру, любовь, дерзновения, радость, надежду сердцам. Слышите, ангелов хоры радостно в небе поют. Разве у вас не бывало жизнеподобных минут? Разве у вас не бывало жизнеподобных минут? А я не на небе я так многое хотел бы увидеть, обрадует там сердце красота, окончив путь земную, я приду на небеса, я первым повидать хочу Христа, я первым повидать хочу Христа, какое счастье будет мне тогда. В молитве я склонюсь пред тем, кто все мне дал, я первым повидать хочу Христа, увижу там любимых всех в небесном том краю, и многих что войдут со мной туда, мои друзья там ждут меня уже давным давно, но первым увидать хочу Христа, я первым увидать хочу Христа, какое счастье будет мне тогда, в молитве я склонюсь пред тем, кто все мне дал, я первым увидать хочу Христа, мои глаза увидят там жемчужные врата, и ангелови мой небесный дом, увижу белоснежный трон сиянье земном, но первым увидать хочу Христа, я первым увидать хочу Христа, какое счастье будет мне тогда, в молитве я склонюсь пред тем, кто все мне дал, я первым увидать хочу Христа, слава то я хочу заспевать песни, а я буду поддерживать. Христа, читаем Христа, Христа, Jezus daje нам збавение Jezus daje покой нам Jему skладам дзянь дзянь христа Христа моего дам Христа, Христа, силу мою Христа, спешня моего życia, кролем wieчным он, неодъjęтый в моце своей, ним зналазъем то, чего шукаем до дзисян, сам ми подаў дзянь, бы свыцерзал каждый день, его ранах уздровение, его śmерти жизни дай, его крэв Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Меня ты никогда не оставляешь, и голос слышу твой, звучит в душе моей. Благословлю тебя, коль ты благословляешь, и силы не жалей, других люби сильней. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. И снова слышу голос твой чудесный, во всем будь совершенным человек. Как совершенный наш Отец небесный, надейся, верь, люби, и будешь жить вовек. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Ты мой Бог, крепость моя, в руках твоих сила моя. Слава Богу. Слава Богу. Бардо дзякуемо. Слава Богу. Бардо дзякуемо. Слава Богу. Сестра, я попрошу. Слава Богу. Бардо дзякуемо. Бардо дзякуемо. Бардо дзякуемо. Бардо дзякуемо. Бардо дзякуемо. Бардо дзякуемоlinя. Бардо дзякуемо. Бардо дзякаемо. И глупа напрасна, без Христа дорога. И тогда прозреем, что неверно жили, Что небесным жизни мы не дорожили. Все, что ценным жизни мы своей считали, Потеряет ценность пред Христа очами. Только важно, чтобы этот смысл глубокий Мы пасить сумели на земной дороге. Только важно, чтобы этот смысл глубокий Мы пасить сумели на земной дороге. Слава Богу! И Иисус врагам не мстил. Его прощение готово было каждого просить. Он не скупился на благословение. Иисус врагам не мстил. Не мстите за себя, когда обижены, И гнев не призывайте в торопях. По-божьему благословите ближнего. Не мстите за себя. Учитесь у Христа. И на проклятие прощаю, скажут ваши пусть уста. Так Иисус просил вас на распятие. Учитесь у Христа. Слава Господу! Слава Богу! Так, прошу, друзья, у кого все есть. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ты стоишь во границе, спаситель людей, Глубоко велистел терный пчелок. Ты, как Абрик, стоишь перед лицом палачей На главе и шипа на венок. Как разбойнику руки связали тебе, Над тобой смеется народ. Но ты кропкий свой взор Подвал к небу мольбе, Устремленный глаза в небосвод. О, прости его, Отец, говорили уста, Ведь не знают, что делает мне. Но великая скорость Иисуса Христа Непонятную была толпе. Не желали узнать, что такое любовь, Сламенеющая ярким огнем. Не хотели понять, что священная кровь Для спасения дается Христом. Не желаем понять, окричали, Не желали понять, окричали, Распни! Сам спаси себя, если ты царь. Насмехались над ним. Были сколько могли, За ударом ложился удар. Радуйся, царь иудейский, Кричали, все сильнее издевались над ним. На колени в насмешке вставали, Кланяясь низко пред ним. Его били в потернах колючих венка И плевали в лицо, говоря, Если, Сын Божий, ты, То сойди со креста, Лишь тогда мы поверим тебе. Созидающий храм, Защити сам себя, Проходящий злобно кричали, И одежды его без стель и стыда, Жадостью жребий бросали. Один воин Сухсон губку поднес Ко Христовым запекшему стам. Совершилось, тогда Иисус произнес, И Отцу Своему Дух Он предал. Да, свершилось Христове распятие, Совершилось спасение нам. Там на кресте распростерты объятия На земле всем живущим людям. Там святое святых вход открылся, Хоть свободный тебе человек. И пока он открыт и еще не закрылся, Иисусу предайся навек. Очищай свое сердце, пока еще время, Обновляй ты одежды свои. Удали всю неправду, Лишь правды сей семье, Чтоб плоды были видны твои. Приготовься, ведь облако вскоре Явится вновь возле стын, Не в терновом лице, А в блаженстве и в славе Свою церковь возьмет от земли. Он возьмет ее в край свой чудесный, Черток брачный, святой и неземной. Город светлый, прекрасный, небесный, Ей и вручит именец золотой. Венцом жизни, венчальным и вечным Он украсит небесу свою, А всем грешным, всем мире беспечным, Бог уже покажет на вечную тьму. Попробую псалам. Попробую псалам. Попробую псалам. Попробую псалам. Попробую псалам. Попробую псалам. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну, я, як ви, може, знаєте, як не раз говорила, я займаюся волонтерством у міжнародній місії Ремерсос. Я другий день там їсти сьогодні, ну, сьогодні варила і вчора. І їсти раніше в палаці ми варила, а зараз ми варимо в будинку одному, бо так по санітарним нормам положено, що була вентиляція. Ми варимо в тому будинку. Я сьогодні багато чого знала, просто розмовляла з цією сестричкою, яка живе в цьому будинку. Будинок здоровений, на три поверхи. І рядом теж є будинок двохповерховий, внизу там кухня і там і хліб печуть. Наверху є поверх ще що, там теж люди живуть. І ми сьогодні спілкувалися, вона пекла хліб на палатку для цих людей, яких ми кормимо. Та сестра Аня. Виявляється, це не її будинок. Вона його в оренду взяла, цей будинок здоровений. Вона прийняла 40 біженців з Донецького регіону, які залишилися взагалі без жилья, з-під Бахмута. Вона там є, я вчора там розмовляла з однією жіночкою, на її нічого не мала, на сім'я її приїхала. Ця сестра Аня прийняла цих 40 людей з сім'ями, 5 собак. Вони привезли з собою навіть своїх тварин. Навіть стара собака, там є така спанєль, всі за нею дивляться. Ця сестра Аня пече хліб на палатку. Пече хліб, їй там двоє синів допомагають, якщо вона зайнята, вони печуть. Печуть хліб на схід, возять цей хліб. Ця сестра Аня сім'єю їде на служіння і вона бере цих людей. Ці люди всі покаялися, 40 чоловік покаялися. Деякі хрещені духом святим. І вона так свідчила, що каже, два рази хазяї цього будинку дзвонили, що вони хочуть продавати, там приїжджають покупці, щоб сестра Аня показала цей будинок. І каже, як тільки вона ця хазяйка дзвонить, ми всі стоїмо на коліна і просимо, щоб Господь допоміг, щоб цей будинок залишився, щоб куди ж цих людей дівати, якщо продадуть цей будинок. Вони стоїть на коліна, і коли приїжджають люди, щоб подивитися цей будинок, перший раз, каже, приїхали, заїхали в двір, подивилися на будинок, розвернулись і уїхали. Ми, каже, Бога прославили, що вони не купили його. Другий раз приїхали покупці, під'їхали до воріт, теж так подивилися на цей будинок, бо він то величезний такий будинок. І, каже, розвернулись і поїхали, ми знов прославили Бога, що будинок залишився, і можуть ці люди жити там. Вони такі всі дружні, п'ятницю, суботу, там є ці жіночки, вони варять теж їсти на цю палатку для людей. І я прямо захоплююся такою жертовністю цієї сестри Ані. В неї немає прямо часу для себе, вона не має часу, вона постійно служить, служить людям. От з кого можна брати приклад. Порівнюючи моє служення, це кавкля в морі з її служенням. Я дякую Господу за таких людей, що вони жертвою цим часом. Так само в палатку, туди на місію приїжджають, зараз багато приїхало з Аргентини, з Болівії. Вони приїжджають теж, щоб послужити. Це теж велика жертовність, покидати свої сім'ї. Там в них дуже тепло, в нас холодно, але вони сюди їдуть і служать людям. Слава Господу! Слава Богу! Ставіш Твоя хай буде воля Хоче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а Твоя, нехай станеться воля. Євангеліє Луки 22, 42 О Боже мій, Твоя хай буде воля Хоч важко чашу пити цю мені І краплі поту, наче краплі крові Лишали свій відбиток на землі. Моливсь Ісус А небо сумувало О, це була велика боротьба Лиш ангели його дух підкріпляли Попереду дорога нелегка Смиренне серце билося у грудях Ісус покірно голову схиляв О, Батько мій, я чашу пити буду Хай воля Отче звершиться Твоя В саду дерева листям шелестіли Пилилась молитва із Господніх вуст Яка покора і смиренна сила Своєї волі небажав Ісус Коли випробуванням нас зустріне доля Чи завжди в серці прозвучать слова Мій Господи, Твоя хай буде воля Чи може нарікаєм на життя Нам не потрібно пити смертну чашу І хрест на плечі нам не покладуть Та волю Божу так буває часом Прийняти важко і до кінця збагнуть А треба лиш довіритись Ісусу Так просто і нелегко водночас Сумніви часто огортають душу І бурхливе море непокоїть нас Ми просимо у боротьбі нелегкій О, Господи, хай чаша це мене Усі, все? Те відключитerie Хочу? Пiesz drоз foldsкова, все? Мені брат зробь третій відключит cleaned Я вже вівкічила Прож照і... Я здесь Библию читаю. Написано было, что вы мне отключили. Доброе, доброе. Продолжите. Нам не нужно пить смерть мочашу, И хрест на плечи нам не покладут. Та волю Божу, так бывает часом, Приняти тяжело, и до конца збагнуть. А треба лишь доверить Иисусу. Так просто и нелегко водночас. Сумніви часто огортають душу, И бурхливе море непокоить нас. Мы просим у борьбы нелегкий, О Господи, хай чаша ця мине. И тревожно затрепочив митцер денько, И прикро на душі тоді стає. Дай Боже сил схилитися в покорі, Перед твоим лицем нам у житті. Хай в сердце прозвучить твоя лишь воля, Мій отче буде в радості і журбі. Твоя хай воля і спокій наповнить, Сердечний храм тревога відійде, І зрозумієм все в руках Господніх. Без Його волі волоси на не впаде. Твоя хай воля і відкрите небо, І крізь спокуси будуть нас вести Господні руки, І пригорнуть до себе, Щоб в світі зла нам душі зберегти. Слава Богу! Можна, да? Я щас камеру включу. Слава Богу! Міра вам, братья і сістрі! Ще раз приветствую всіх! Любові Господа нашого Ісіса Христа, Господь благословит нас щас, і дарують Слово, щоб було Слово от Господа. Знаєте, як брат Сану говорив о том чуді, Которе Господь сделал із води віно. Знаєте, у меня було, коли я був в Україні, і теж був на свадьбі, ну, християнська свадьба, там віна не було. І там брат теж проповедував і говорив о цьому чуді, але він не сказав, що із води віно. Коли я його задавав вопрос, вже в конце подійшов к нему, і спросив, він говорить, що ти мене іскушаєш? Ось таке. Ви знаєте, я розумію, що мене в житті теж було, коли я був неверуючий, віноградник був у мене. І, в общем, так незаметно-незаметно, я став п'яніцей. Благодаряю Господу, що мене Господь спас, відкрив імя своє святое. Я хочу тут маленьку таку додавочку сделать к цьому чуду. Коли Господь сказав, повелел, і налили ці кувшини водою доверху, ви знаєте, там Господь сказав, подчерпніте і несіте. Знаєте, якщо б ці люди не зробили це, то нічого не зробило би. По неверію їхньому. Але вони взяли і понесли. Так, вот, смотри, коли ми читаємо Слове Божемо, написано, «Возложити руки на больних, іменем Ісуса, іменем моїм Христовського, будьте бесів згонять». Да, написано так, да. То есть действие наше, действие должно быть. Вот ми молимся друг за друга тут, видите, онлайн, це все происходит, це далековато, ми це не можемо. Ну, коли в церкві, да, ми должны верують, то же это дело, действие с нашої сторони должно быть. Но я к этому чуду, знаете, котре Христос зробив, я скажу, два чуда еще скажу, це було в Ленинграді, по тому времени це було, ну, сейчас Санкт-Петербург, і благодарення Господу, за Його милость, що Господь це чудно все совершив. Це був голод, знаєте, блокаду була Ленинграда, і веруючі були, вони молились Господу, і знаєте, що відбувало? Відбувало то, що, як вам сказати, крицам Бог повелел, і криці носили макуху. Я думаю, макуху знає, це то, коли масло вжимає, і вот це вжимки, от ці остаюся, це называется макуха. Але це одне. Але я хочу сказати, це чудо, котре відбувалося, другое. Друге чудо було. Це була одна семія, теж верюча, вона верюча стояла в очереди, і хтось їй карточки витачував. Вона, коли прийшла получати хліб, по карточкам, по талонам, і получилось так, що карточки вкрали. І вона прийшла дому, бедна, плачет, хлеби, всі голодні діти. А з нею була її сестра, як я не вжимаюся. Ночью, то, чи верюча була, я точно не помню. Ви знаєте, що відбувалося. Снится їй сон. Вони легли спати. Снится їй сон, що таке місце, де-то там стоять два кувшина. Два кувшина. І щоб, і там, значить, щоб вони дожди піти і взяти. І воні ночі встали і пошли, знайшли це місце, коли відкрали. І знову два кувшина стоять. Коли їх відкрали, ці кувшини, в одному кувшині було масло, а в іншому кувшині було мука. І, знаєте, Господь таке чудо з'явило. Вони взяли ці кувшини. І вот ця блокада, коли була Ленинградна, Господь їх питав цим. Я хочу сказати, і в сьогоднішнє время Господь тот же. Почему я говорю це свідетельство? І ще... Вот це, помните, я розсилку недавно зробив, може, з полмесяча назад, там одна сестра говорила, що буде евреїв, буде... Йехати буде в Ізраїль, потім буде голод, потім буде ядерна війна, а потім буде выход, що Господь буде собирати свій народ в віддельне місце, щоб сохранити народ свій. Я хочу сказати, що ще в 98-м году, в 98-м году було пророчество, слово було, що буде голод. Можемо вже 25 років назад було, що буде голод, і що країна країни не зможуть помочь. Таке слово було. Якщо ми беремо цю сьогоднішнюю війну, то вже 33 роки назад було теже відкровення, що ця біда прийдет. Ви знаєте, таке довготерпення Божіе, і ми повинні верити Господу, десь... У нас є надежа на Господа, що Господь із цього маленької горсті, горсті муки чи даже масла, яке Господь восполнє і наполнє, верую. Коли ми приходимо к Господу і просимо, ми не дожди... Хочу ще сказати такий случай, це був в Америкі, між Канадою і Америкі, тож, коли мігранты збиралися виїжджати, сказали, там буде бедствия, гонення буде в Америкі. І понабирали ці контейнера, знаєте, і громадні контейнера, і забіли продуктами. І ось проходит год, а нічого не відбувається. Понимаєте, таке бувається іскушення. Нічого не відбувається. І ось ці продукти, які були заложені в контейнері, як би на голодне вірнення, і воно все пропало. Так і в цьому свідіцькому, яке сестра говорила, яка розсліку робила. Там тоже було то же самое, за одного брата, він теж сберігав, там сохранял, щоб кормити. Але шашель, як там взяв, все поєл і все побіли. Так і ми, знаєте, не должны надіяться на це земне. Якщо да, Господь скажет, що треба то-то зробити, помніть, як пророк теж був, він теж сказав, що буде голод. Але голод був наступний год, і там братья і сістрі почали собирати і ці продукти, і там, де голод, щоб почали завозити їх. Так і сьогодні, братья і сістрі, ми повинні бути мудри, мудри і розумні, щоб нам не потрапити в іскушення. Іменно в іскушення. Тому що сьогодні багато, що говориться, то ми будемо надіяться на Господа і верити в Господу, що Господь нас пропитає, що нас Господь схоронит от цього ядерного облучення і тому подобного. Тому що в Слові Божьому написано за все, що це произойдет. І ми не должны в ужасі бути, що ми будемо голодні, що там не буде води і ще щось. Не допускати це. Але веру і простиратися вперед. Ідти за Господом, доверяться Ему і прислушаться голосу Божьому, що нам Господь говорить. І ще проверять. Іменно проверять. Тому що сьогодні дуже багато духов обочтителей, да, це духов нечистих, які всячески стараються, щоб що-то ми зробили неправильно, а потім на нас пальцем показували. Вот вже пророк з'явилися. Учитель говорили, «Но Господь верен». Я ще хочу також сказати, що ще по Ніколаїву було, коли було слово от Господа за цю беду, яка прийдет, і було слово сказано в церкві, да, це баптистська церкова, в Ніколаїву було, центральна община, то по тому свидетельство, в котором была вся церкова въехала в Америку. Да, нас назвали по-разному, разными словами, но пришло время, вони самі начали ехати теж. Я благодарю Господа за Его великую милость, любовь. Да, сегодня, братья і сістры, також Господь обогащає, обогащає. Ми просто, бывает, іной раз не замечаємо, откуда то взялось, то взялось. Як Господь помогає чудно, аллилуйя, слава Богу. Будем доверяться Господу. Всем сердцем, всей душою полагаться только на Него. І не допускать вот эти страхи плоскі, а верою простираться вперед, благодарить Господа і надіяться, щоб Господь провел нас з Духом Святым в це последне время. Господь да благословити, я тож благословляю всех іменем Ісуса Христа, щоб верою ми простирались вперед, і все да буде во славу Господа. Аминь. С Богом, і Господь да укрепит кожного. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Добре, друзі, продолжаємо. Продолжаємо. Сестра Вера, можете подключиться? Адамович. Попробуйте камеру включить і звук. Значально на екран краснице з'явитися там. Звук з'явився, тепер відео. Відео з'явилось, він говорить. Що, слышно, да? Звук з'явитися. Звук з'явитися. Звук з'явитися. Над собою зло А десную Бога на престоле, видит Бог смиренные сердца. Лаго его иго, легкое бремя, будь послушным, кротким до конца, Бог тебя возвысит в свое время. Сколько есть смирения красоты, драгоценна кротость перед Богом. Свет смиренной, кроткой чистоты, сохрани на жизненных дорогах. Слава Господу. Слава Богу, слава Богу. А как теперь выключить? Это уже ваши проблемы. Все. Мы, главное, выслушали вас, а теперь отключайте нас. Куда нажимать? Слегка коснитесь, появится камера, выключите. Мы звук выключили, а теперь камера выключается. Так, продолжаем, друзья. Пока, о, сестра вера выключила, належьте, слава Богу. Скоро, скоро ничего, и скоро будете списывать. Так, Шуман, есть у вас еще? Будь ласка. Брат наш еще есть? Брат Сано, в следующий раз они подготовятся лучше, и будем молиться и поучаствовать лучше. Брат, может быть, свидетельство скажет или проповедь. Доброе, доброе, то тогда давай нам подари еще один псалом, раз уже подключилось. Брат, дякую за ваш участие в Рад Хайбологе оставить. Не вы мове сву модлитвы мэй, а не песня жица души цней. Скрыешь, пани, под опеку свой, wszystkie мои зрудва в тобе сон. Не в жицын, не в жицын, не в жыця, мам духо хуй слуй, а не пида и не дай и голос сыншных мой. Една песня преника душем он, Всеки мои жидкости в собе сон. Една песня преника душем он, Всеки мои жидкости в собе сон. Видишь сам, хвопоты и жаль мой, Дашь сердцу моему покой свой. Тобе, Боже, ньосем душем он, Всеки мои жидкости в собе сон. Тобе, Боже, ньосем душем он, Всеки мои жидкости в собе сон. Ујањнилесь в свој милојці дар, Радојць моја в сердце јс без мят. Пушчем славић бе милојцтвој, Всеки мои жидкости в собе сон. Пушчем славић бе милојцтвој, Всеки мои жидкости в собе сон. В репчат грозит неприятий взвозь, лечо вроды, а мы, пану, дость. Моя свышество, то есть воля твой, все мои взрослые в тебе сон. Моя свышество, то есть воля твой, все мои взрослые в тебе сон. Ты покоем и покоем му, не зашкодзай мне ту люди, ты в тебе вечно уже му, радость му. Все мои взрослые в тебе сон. В тебе вечно уже му, радость му. Все мои взрослые в тебе сон. Не в славах щоденных молитв, я блаженство для души знайшов. Все найкраще, що є тут в житті, вічне джерело моє в Христі. Все найкраще, що є тут в житті, вічне джерело моє в Христі. Ти відкрив мені любов свою, буду я з тобою у раю. З радощи втрим ти душа в мені, вічне джерело моє в тобі. З радощи втрим ти душа в мені, вічне джерело моє в тобі. Сила враж'я мне кругом грозит, но душе Господь не ім'я щит. Полною победу дал он мне Все мої источники в тебе. Полною победу дал он мне Все мої источники в тебе. Ты моя опора і покій, Крепость і покров спаситель мій. Вічне блаженство дал ти мені, Все мої источники в тебе. Вічне блаженство дал ти мені, Все мої источники в тебе. Слава Богу! Я пою Богу, слава Богу! Продолжаем, друзьям. Прошу, Трохсана, прошу. А чи багато нам для щастя треба, Як тільки сонце в день такий холодний, Як мирного лише без ракетів неба Було б чим поділитися з голодним? І чи потрібні почасті пошана, Чи треба звань високих нагород, Якщо булить у когось друзів рана, Якщо страждає рідний твій народ? І чи багато потребує серце, Йому ближнече світи від образ. Хай видним буде місяця люстерце, У темних ночах безпросвітний час. Чи золото обіймі нам заміни, Чи сріблона зігріє в холоди, Хіба в чужих далеких всіх країнах Відчуєм смак домашньої води. Насправді нам для щастя треба мало, Щоб не хворіли ті, хто ціний нам, Щоб матерів-синочки не вмирали, Щоб плакати не приходилось батькам. Не треба зовсім орденів, медалів, Коли приходить розуміння те, Що щастя в тому, що птахи співали, І сяяло від радості лице. Що щастя мати те, що Бога просим, Що щастя в зорипадах і в дощах, В сковйодженому від вітрів волосі, В таких потрібних дорогих словах. У пиріжку, в горнятку кави, У посмішках захеканих дітей, В прогулянках, в історіях цікавих, В красивих фотографіях сімей. А нам для щастя треба зовсім трішки, Аби не проливалась більше кров, Щоб той, кого чекаємо навіть в пішки, І з фронту все живим до нас прийшов. Що пахнув на столі нам хліб щоденний, Виходили ковбайни у поля, Щоб край наш був Богом благословений, Щоб Бога не зрікалася земля. Я думаю, що нам із часом здасться Побачити велике простоті, Знаходити собі малому щастя, Щасливими лишатися в житті. Побачитися в житті. Часу, тому нічого з тобою до дому не беріть, говоріть. Побачитися в житті. Сухотлений, дуже жаль. Ви сейчас под чим стоїте знаменем? Якщо не под Божьим, дуже жаль. Що вас пронесет над адським пламенем? Це більше, ніж простой пожар. Скільки на гріхи ви сил потратили? Бога посчитали ви врагом. Лжіотець набився вам, приятелі. Раді ли остатися з ним вдвоєм? Не нашли ви времени для Господа Звіла, щоб було так легко. Тобто, що збирали, все розбросяно, І до Бога слишком гусоко. І перед последніми страницами Нужно що-то быстро дописати. І бути цюзвено черте границею Ви не збиралися умирати. Але таке все-таки случається. Ви прошли отмерений вам путь. Умереть однажды полагається. Глазом не успейте мордло. Вомгновение вдруг все изменится. То, во що неверно вас придет. Смертний приговор не отменится. І ничто, поверьте, не спасет. Ви мене сошчете бессердечною, Будто я для вас закрив дверь. Але є Бог, і є спасення вічне. Лучше правду обнажати тепер. Небо Божемо ви стоїте з нами. Скільки так продержитесь минут? Що ж пронесет над адським пламенем? Но Господь вас позаджет чуть-чуть. Слава Богу, брата і сестра. Брат Виталий, сортува. Хочу прочитати з книги «Плач Йеремии». Третья глава, семнадцатого стиха. «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя И надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, О полыни и желчи. Твердо помнит эта душа моя И падает во мне. Вот, что я отвечаю сердцу моему И потому уповаю. По милости Господа Мы не исчезли, Ибо милосердие его Не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, Говорит душа моя, И так буду надеяться на Него. Блага Господь К надеющимся на Него, К душе ищущей Его. Блага тому, Кто терпеливо ожидает Спасения от Господа. Блага человеку, Когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенный и молчит, Ибо он наложил его на него, Полагает уста свой в прах, Помышляя. Может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту Свою, Бьющему его, Пресыщается по ношению, Ибо не навек оставляет Господь, Но послал горе, И помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению Сердце Своего наказывает И огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами Своими всех узников земли, Когда неправедно судят человека Пред лицем Всевышнего, Когда притесняют человека В деле его, Разве не велиет Господь? Кто это говорит? И то бывает, Чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего Происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Аминь. Салам. Дорога трудная, Порой тернистая, Слеза невольная Затмила даль. Но вот заря зашла, И вера чистая Прогнала прочь тоску И всю печаль. Но вот заря взошла, И вера чистая Прогнала прочь тоску И всю печаль. Познал я Господа И все сомнения Рукою мощною Он устранил Грехи все прежние Предал забвению И кровью чистою Он их омыл Грехи все прежние Предал забвению И кровью чистою Он их омыл Слова друзей порой Звучат изменчиво Мирские радости Несут лишь тьму Я как дитя Я за ним Иду доверчиво И путь свой Полностью Вручил ему Я как дитя За ним Иду доверчиво И путь свой Полностью Вручил ему На сердце Стало так Светло И радостно Идти за ним Вперед Мне так легко Душа наполнена Надеждой сладостной И цель заветная Недалеко Душа наполнена Надеждой сладостной И цель заветная Недалеко Слава Господу Слава Богу Володя Когда бачишь Кто-то поет Тихо Микола Надо тихо Слухать А вы говорите И сбиваете И нас И Виталий Так Прошу Как я хочу Улететь В небеса Ближе к тебе Мой Господь Только прошу Тебе силы Мне дай Сердце мое Успокой Ты лишь один Счастье даешь Ты только ты Мой Иисус дорогой Часто томлюсь Я устал Лай душой Радости так Не хватает Лишь утешаюсь Господь Мой тобой А сердце Покор Я не знаю Ты лишь один Счастье даешь Ты только ты Мой Иисус дорогой Жаждет душа Моя там отдохнуть Божий черток Как небесный Мой Иисус Ты со мною Прибудь И приведи Жизнь Жизнь Вечной Ты лишь один Счастье даешь Ты только ты Мой Иисус Дорогой Ты лишь один Счастье даешь Ты только ты Мой Иисус Дорогой Я два куплета На немецком Спою эту песню Которую сестра Люда Пела на польском На русском Не в Hayну Идем Идем Ставте Идем Идем Ох Не Эдем Идем 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 Исбу Идем погреждать Индем Не в том чувстве, который я имею, Не в том чувстве, который я имею в виду твоих друзей. В моих сердцах, которые я имею в виду, Все мои ценности в твоих руках. Я тоже читаю вас, что трудная молитва. Прости, Господь, мы виноваты в том, что жить своих детей не научили, из них себе кумиры сотворили, не думая, что это мы пожнем. Они от нас, как до глухой стеною, не заступчатся к душам, не пробиться, им надо быстро сейчас поторопиться, ведь тяжкие испытания близок с мной. В событии, что мы знаем из Писания, последней беспощадной будет дверь, как важно то, что сделаем теперь, пока еще возможно покаяние. Но силы нам детей не повезти, туда, где дверь распахнута на небо, духовного не хочется им хлеба, им от смартфона глаз не отвести, обмануты, обмануты жестоко, а вразумлением слышать не хотят. У них на все своеобразный взгляд, как будто у меня здоровый слух и око, распинута невидимая сеть, а мы бесспорно что-то упустили, и в эту сеть детей своих, и в эту сеть детей своих впустили. Покой теперь мы можем иметь, мольбы этих погибающих детей, честного просим мы для них защиты, чтобы могли бы, чтобы могли бы, Господи сокрыты, дали от всяких погубных изотей, прости, Господь, детей своих за любя. Еще снова просим мы помилование, стараемся очень больное наказание, но как им без того найти тебя, когда все сходит с легкостью из рук, и страха Божия не знает сердце, откроет ли душа хоть шелось к дверце, чтобы на бегу остановиться вдруг нам о спасении детей молясь. Возможно, нужно изменить страдания и еще начать молиться в покаянии, чтобы волю дали детям падать, чтобы волю дали детям не падать в рясь. Аминь. Сестра Оля, Вирш. Какая длинная пустыня, как непредвиденно жестоко, как лед в жару слабеет силы и кружит воронье высоко. Я здесь идти не собиралась, мой путь в цветах и розах будет, и солнце весело смеялось, и так всегда, казалось, будет. Но ты планировал другое, и в ее пустыню место рая. О, если бы хотя бы поле, хотя бы степью я взывала. Я заблужусь, я потеряюсь, мое сознание кричало. Но ты сказал, я рядом буду, всегда, ну разве это мало? И я смиренно согласилась. Ты допустил, так значит нужно. И жизнь моя преобразилась, и за тобой иду послушно. И все, что так, и все, что раньше так пугало, все, что страшило, ужасало, теперь спокойно я встречаю. Ты здесь, со мной, я это знаю. И столько мне благословений пустыня эта подарила, и на пути благополучном их никогда б не получила. Как все устроил ты премудро, и путь мой этот весь предвидел, не постыжимы твои путь судьбы, Господь, пути неисследимы. Аминь. Микрофон выключен, ну, если нет никого, то мы закончим наше сегодняшнее служение, что сегодня нам Бог дал, это возможность быть здесь, слышать то, что Бог сегодня говорил, каждого сердца, и каждого тревожил. я думаю, что люди сегодня были готовы к слышанию Слова Божия, потому что сегодня Бог много проговорил и сказал, через стихов, через самые, и на польском, и на украинском, на немецком, на русском, потому что Бог все понимает языки, и Бог всех национальности любит. Иногда мы не любим, но Бог любит. Пусть Бог нам поможет, чтобы нам действительно это время еще быть верным до конца. Конечно, мысли идут, нехорошие, плохие, брак. Работает с народом Божьим, брак действует через людей, чтобы люди отступали от Бога. Надеюсь, у него одного брата слушал этого, Роман Савич, он говорил, что очень скоро наступит время, что придет антикрист на эту землю. И многие христиане поверят этому и поклонятся этому антихристу. Если мы по Писанию смотрим и читаем это Писание, действительно, что Бог предупреждает нас, и через слово, когда Христос был на земле, Он говорил, что придет это время, и придут луги пророки, придут луги учителя, придут антихристы, и многие сообразняются, и многие упадут и отойдут от Бога. Апостол Павел тоже нам напоминает, что в Семофеи он говорит, что ясен Дух говорит церквям, к народу, к всеми, что многие отступят от веры. И какие люди будут, когда это время последний, вот если мы смотрим мир, среди христианства, мы видим, что действительно это время уже приходит к концу. Почему Господь говорит слова через апостолы Павла, такие слова, это 13 глава, 16 глава, извиняюсь, 17 стиха. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящие разделения и соблазны, вопреки учения, которым вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему среву и ласкательству, и красноречием оболчается там про судушных. Ваша покорность в вере всем известна, почему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и простое на зло. Бог же мира сокращается, тону под ногами вашими, вскоре благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Здесь уже апостол Павел нам тоже очень ясно объясняет Слово Божие, и он предупреждает нас, он умоляет нас и просит нас, чтобы мы остерегались от произведения и разделения и соблазнования вопреку учения, которые вы научились. Действительно, мы сейчас видим, что действительно идет сильное разделение среди церквей. Разделяется. Баптисты, баптисты разделяются, 50-ники, 50-ники разделяются и многие другие вероисповедания разделяются. Почему? Потому что враг не дремлет и не спит. Он ходит, как Ликвичелев, как Христос сказал. Он пришел на эту землю не спасать человека, а убить человека, погубить человека и разделить человека и разделить церковь, чтобы люди не служили Господу. Он говорит, ибо такими люди служат не Господу. Нашему Иисусу Христу в своем чреве и ласкательство, разноречие, облачает сердца просто души. Действительно, есть люди, которые очень хорошо проповедуют, очень хорошо ласку, ласкательство, и по нему. Конечно, мы живем, мы дети и видим, конечно, мы находимся в церкви и мы знаем, кто какие люди приходят в церковь. Потому что Дух Святой говорит сюда, чтобы мы из себя молились и спрашивали у Бога, что за люди приходят в каждую церковь. Потому что Христос, я уже говорил, что Он предупредил нам, чтобы мы были готовы и знали, что это время уже наступает, что время будет очень, ну, как сказать, будет последнее время для каждой души. И он в 18-м Матвеев говорит такие слова, где зачитаешь эти статьи, он говорит 15-го стиха и ниже. Если сокращить против тебя, брат твой, поди облечи его между тобой и им одним, если не послушать тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушать, возьми с собой еще одно или двух, дабы у самых двух или трех свидетелей подтвердили всякое слово. Если же не послушать их, скажи церкви, а если церкви не послушать, то да будет он тебе как язык и мытьер. Истинно говорю вам, что вы чажете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Здесь мы видим, что действительно, знаете, потому что мы живем на земле, даже в церкви, мы видим, что человек что-то не так поступает, и мы подходим к этому человеку, и мы говорим ему, вот, он так и говорит, здесь он согрешил против тебя, потому что мы сейчас можем судить людей, мы судим, но мы не должны это делать, но слово говорим, чтобы мы, если он согрешит против тебя, что-то бывает такое, что злой на тебя, или он не хочет с тобой говорить, и так далее, иди, обреши его, скажи, прости прощение, если он тебя не послушает, то знаешь, как написано, ты брешь двое-трое, там, вот, если он не слушает, только солнце, надо считать его, если же не послушает, то скажи, церковь, и если церковь не послушает, то будет тебе, как язычник, и мытьер, и если я говорю вам, что вы связываете на земле, то будет связано на небе. Также напоминает нам слово Божие, что когда Бог говорил через своих пророков, сосудов, и так же, как мы в Старом Завете читаем, Верховный Завет, и так же и в Новом Завете Бог поставил одних по столам и других пророков, и так далее, и далее. И здесь он говорит, что здесь пророк Сафоний очень ясно нам Бог говорит такие слова. Это первая глава второго стиха, два стиха. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесный и рыб морских, и соблазн месяц нечестивым истреблю людей и лица земли, говорит Господь». Смотрите, как строго, здесь очень строго Бог говорит через пророков. Знаете, мы сейчас живем, конечно, Бог нам предупреждает, чтобы мы различали духов, какие духи приходят в церковь, какие пророки приходят в церковь. Конечно, мы должны по слову проверять, это понятно, ясно, но Бог говорит, что действительно будет наступить это время, что мы уже видим, что это время уже пришло, приходят, идут войны, идут землетрясения, Бог начинает наказывать народу, наводнения, вот, все идет уже, и Он говорит, скоро будет такое время, что действительно Бог всех истребил в земле. И Он здесь тоже говорит, это стынно со стиха, близок всякий, близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос Дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый, день гнева и день тень, день скорби и тесности, день опостушения, разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, размытана будет кровь их как прах и плоти как помет. Ни серебра их и ни золотые не может спасти и в день гнева Господа и огнем ревности его пожарана будет вся эта земля, ибо истребление и при том внезапно совершит он отчасти над всеми жителей земли. Здесь мы видим, что опять Господь очень строго говорит через своего пророка Сафония, он говорит, близок великий день Господний. Близок. И вот он поспешает. Уже услышан голос Господа. Действительно, уже мы слышим этот голос, что Бог уже начинает очень строго, очень строго, можно сказать, уже говорит к людям. И он говорит. И даже такие слова горку возопьет тогда, самые храбрые. Потому что когда людям говоришь, они не хотят слышать. Знаете, я помню, когда только началась война на Украине, я смотрел, люди не стеснялись, выходили на улицы, падали на колени, молились, спросили, чтобы Бог был милостивый. Это лицо где-то в 15, кажется, или в 16 годах, когда только началось такое, еще там, зарушение такое. и действительно был какой-то страх. Люди просили Господа помилование, чтобы Бог остановил это все. И какое-то время прошло, люди все забыли. Но потом теперь опять Бог видит, что действительно время настало очень строго. Потому что он говорит, ни серебра, ни золота не будут спасать народ. Потому что мы ни в чем не можем выкупиться, хоть ни деньгами будем иметь, хоть и золото будем иметь, потому что эту жизнь вечную ты не выкупишь. Потому что жизнь вечная это та, что ты заслужил и ты ее получишь. И даже напоминается в 2 главе тоже в Сафоне такие слова «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный доколе не прошло определенный день, определенный ненний день, прилетит как минутина, доколе не прошел на вас пламенный гнев Господа, доколе не наступит для вас день ярости Господней, защите Господа со смирением земли, исполняйте законы его, защите правду, защите смирно мудрно, может быть вы укроетесь день гнева Господа». Смотрите, здесь нам тоже очень ясно, очень в втором главе говорит «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Здесь нам говорит Слово Божьего, чтобы мы себя исследовали, уже мы вторенько тоже говорили, и мы говорили, чтобы мы исследовали себя, не других людей, а себя, он говорит «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». А кто необузданный? Не мы, дети Божьи, потому что мы познали этого Господа, а мы не делаем то. И Он говорит, защите Господа, защите смирение земли, исполняющие законы Его, защите правду, защите смирный мудр. Может быть, Слово говорит, может быть, вы укройте день гнева Господня. Пусть Бог каждого нас помилует, пусть Бог всех сохранит. И вот тут напоминает тоже Сафоне 3, 17-й си. Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милости, о любви своей, будет отрисовать о тебе сликование. Здесь тоже нам Бог говорит, что Бог среди нас, Он силен спасти каждого из нас. Он видит каждое состояние, Он видит каждого, каждого человека, и меня, и вас, потому что действительно это время, человек действительно падает, духовно, духовно падает. Когда ты смотришь в этот мир, что творится, что делается в мир. У человека падает настроение, у человека руки отпускается, у человека ничего не хочется делать. Действительно, когда видишь, что в церкви идет разделение, в церкви уходит, Никто не хочет служить Господу, никто не хочет проповедовать, никто не трудиться не хочет. Конечно, особенно пастора. Пастора падают духовно, потому что я знаю, что я по своей церкви. Потому что каждый пастор имеет овцы, каждый пастор видит, что делает в церкви. Потому что каждый пастор молится за эту церковь, но враг работает с народом Божиим. Как написано, уже пора, как он здесь напоминает, умоляю вас, братья. Он не говорит мир, а умоляю вас, братья, все, кто ведет служение, остерегайтесь, производя все разделения и соблазны. Потому что Бог хочет, чтобы каждый человек, и все это имел жизнь вечную, чтобы каждый человек был покаян. И как сегодня мы собрались, сегодня четверг, собраны в имя его, и мы сегодня пришли сюда, чтобы принести и наши нужды, наши проблемы. Мы сегодня слышали свидетельства. Мы слышали все сегодня. Никто не может сказать, я не слышал. Если кто скажет, я не слышал, тот будет обманщик и ложник. Пусть Бог поможет нам. А сейчас, у кого есть нужды и проблемы, говорите. Пусть Бог поможет каждому, мне и вам. Аминь. Друзья мои дорогие, я хочу еще раз сегодня засвидетельствовать о моем исцелении. Я должна была в среду сделать еще одно обследование, как бы окончательное, и они должны были сказать последнее слово. Я вчера была сделана это обследование, и последнее слово за Господом. Я исцелена, опухоль исчезла, только остался рубец. Никакой операции не будет, все, слава Богу, хорошо. Да, каждый день не может, для Богу все возможно, слава нашему Богу. Аминь. Они, когда я 13-го числа делала это обследование, вот это МРТ, магнитно-ядерный резонанс, они удивили, что вот такой результат, и сказали, нет, еще одно надо, там, обследовать местно, еще одно. Ну, давайте еще одно. И вот в среду я была запланирована на эту еще процедуру, и слава Богу, все хорошо. Подтвердилось, что опухоли нету, все нормально, слава Господу. Я благодарна Богу. Благодарна. Будем, дякую, друзья, хай Бог благословит, прошу, все, можно, у кого там, сестра, Люда, прошу. Слава Богу, друзья, дорогие. Я просто, когда Верочка только, ну, заболела, когда у нее обнаружилась эта опухоль, я подумала, думаю, ну, человек уже один раз пережил такую болезнь, такие страдания. Я говорю, Господи, это, наверное, для того, чтобы имя Твое прославилось. И видите, и точно так Господь и благословил, Боже, дорогой, благодарим Тебя, что наши молитвы, они не тщетны перед лицом Господа. И я также хочу вас, друзья, дорогие, благодарить за ваши молитвы, за меня. Я тоже себя чувствую хорошо, и все хорошо. Ну, еще программа восстановления, конечно, будет. Но все это лечение, которое я просила, чтобы, Боже, Ты назначи, я буду принимать как своих рук божественных, потому что я была категорически против этого жесткого лечения, эти все химиотерапии, эти радиации. Все это, оно очень трудно, очень непросто проходить. Но я просто сказала, что, Господи, приму как своих рук, назначай сам. И вот Господь все это провел, и благодарю вас сердечно, и Господа, да. И пришла еще к такому выводу, что Господь нас просто направляет в эти места, где эти больные люди, чтобы мы говорили, и меня тоже Бог направил сюда, в эту страну, чтобы я встречалась с этими людьми. Потому что вот эта мама Велеслава, которая была сегодня, но они, к сожалению, не смогли быть, потому что она сегодня почему-то пришла ко мне, и у нее начался насморк, где-то она по улице гуляла. Вот, и что-то такое получилось. А может, это дьявол просто не дал ей присутствовать, мы не знаем. Но просто то, что я ей свидетельствую, это есть большое божье чудо, что она, во-первых, она учитель русского языка, она понимает русский язык. Она может быть переводчиком и для своих детей, да, вот Ярык — это ее сын, а это ее невестка Оля. Может быть переводчиком для своих детей, может быть переводчиком собраний, и сама понимает, когда несколько лет назад ей дети свидетельствовали, ну, говорили о Боге, она не принимала и слушать не хотела. А тут недавно случилась такая трагедия. Ушел, значит, из жизни ее муж, он ушел неожиданно, он ничем не болел, ночью просто не проснулся. Вот, и после этого она очень стала слушать о Боге, очень стала принимать, и тут как раз приехала я, и я ей могу засвидетельствовать и о том, как Бог нас в жизни нашел, и как мы уверовали, и также о многих божьих чудесах, и то свидетельство, что Бог исцеляет, и что Бог никогда нас не оставит, только если мы крепко возьмемся за Его руку. И это большое Божье благословение, что она слушает, и что она все принимает, понимает на русском языке, на украинском, и понимает, и принимает, и слава Господу. И то есть Господь нас через такие обстоятельства посылает туда, где хочет Он, чтобы мы были. И Он нас исцеляет не тогда, когда мы хотим, а тогда, когда Он хочет, и когда Он считает нужным, чтобы мы в этом месте были, чтобы мы трудились для Него, и тогда Он исцеляет во время, которое Он считает нужным, а не мы. Поэтому слава Господу за все и сердечное благодарение Вам за молитвы. И прошу Вас еще молиться очень за мою маму, чтобы Бог ее поддерживал, чтобы всякое уныние уходило прочь, и чтобы она крепко стояла в том, что Бог меня исцелил, и что я буду возвращаться, и Бог благословит мое возвращение. Спасибо за молитву. Доброе. Я хочу это дополнить трохи. Я святкувала за эту сестру Аню, но я забыла сказать, она рассказала, что в ней была онкохвора, шлунком в ней были проблемы. В ней тоже косы все вылезли на голову, она полностью лиса была, и Господь ее исцелил, потому что Господь знал, что она еще нужна, чтобы служить людям, так как она сейчас служит. И я так слушаю, что ее сегодня, она очень смиренная сестра, она не имеет ни на что, что это таки тяжко. Но Господь ее вживает. И эти люди, которых она приняла из Донецка региона, они, видя ее поведенку, я так думаю, что она мала вплив в эту свою поведенку, и показала пример смирения христианского, и они покаялись, мабуть, это тоже мало вплив на них. Я хочу, чтобы вы помолились за эту сестру, нехай Господь ей дасть сили и надалее служить людям. А также прошу помолиться, я познакомилась с сестрой Нормой из Аргентины, вчера она мне помогала, и мы нашли спільную мову, потому что в ней корене польский, и мы так знаем, сколько я знаю эту польскую мову, и мы с нею нашли спільную мову, вот, вона мает выезжать в Аргентину, у нее проблемы с зором, с очами, помолиться за ее здоровье. Дякую. Сестра Норма. Добре, добре. Прошу, пожалуйста, кто еще мает желание. Друзья, у меня еще просьба есть, у меня очень большая просьба за эту девочку Глорию, я вас просила молиться. Ей во вторник, вот этот вторник, все-таки решились и сделали, потому что организм, ту трубку, которая в организме, с головы, с мозга до кишечника, вот эта жидкость, которая должна отходить, не отходить, она с рождения была забита. И вот девочке 11, 10, там чуть-чуть, 11 скоро лет, она не действовала, эта трубочка была. Теперь эта трубка уже, организм не принимает это инородное тело. И решили сделать эту операцию, пробить ту трубку натуральную, которая должна быть в организме. Очень серьезная операция. Там малый шанс давали, что она выживет, потому что девочка уже, и вы знаете, операция прошла успешно. Теперь вся церковь наша молится в посте и в молитве, чтобы восстановилась эта девочка. Вспоминайте, пожалуйста, за эту девочку в молитве. Да, чудный Господь Божий, поможи. Поможи Господи. Да, друзья, Господь иногда там допускает такие, казалось бы, непредбаченные, мы никогда не допускаем такие моменты, но для того, чтобы нас приблизить к себе. Едино. Так прошу, брат Алексей. Слава Богу, благодарение Господу за Его великую милость и любовь, что Господь помогает, врачует, перевязывает раны. Нас тоже благодарны, и меня благодарны, и просьба такая, чтобы Господь дал мне еще больше мудрости, силы проходить этот путь, потому что, ну, всякое такое встречается на пути. Фу, Господь дал воздержание и терпение, что такие люди, которые встречаются на пути, которые, ну, вызывают, ну, недоброе, чтобы, знаете, как искушение такое. И еще такая просьба, просьба за меня, чтобы кто-то меня избавил от диабета, потому что он очень-очень это мешает служению Господу. Такая просьба у меня пред Господа. Добрый брат Алексей. Это у вас там птички поют? Не. А где поют? Везде темно, везде темно, кроме вас. у вас святой. Не знаю, что-то там в чуваке. Ну, все у вас, у вас, наверное. А, может быть. У нас птицы спят все. О, добрый. А может, сакраменту там поют? Не знаю. Хорошо, сестра Ева, что там у вас? Прошу. Дорогие мои братья и сестры, я благодарна Господу Богу, он мне нормализовал давление. Представляете, это у меня уже больше, чем полтора года нормализовал давление Господь. Слава Богу. Да, никаких таблеток не пью от давления. Слава Ему большая. И, пожалуйста, помолитесь за родственников, чтобы Господь их вывел на дорогу спасения и за здание для церкви Витвага. За все Бога. Слава Богу. Да, помолимся. И не забывайте, что ваша дочка не даст это давление, чтобы она тревожит небо и с нами вместе. и молимся, и Бог должен ответить. Дяка Богу. Так, прошу, кто там? Это я, слава Богу, это сестра Гаяны. Хочу благодарить Богу. Сегодня у меня боли очень меньше. Чувствуется, что Бог исцеляет. Слава Богу. Слава Богу. Хай Бог благословит. Тремясь за Господа. Так, прошу, будь ласка, друзья, все у кого. Ну, мы дякуем Богу, друзья, и напоминаю, что даст Бог житья у нас. Адамович, у вас нужды нет? Что вы молчите? Сестра Адамович. Адамович молчится. Может, она загляд выключила? Сейчас посмотрим, есть она. Нет, есть. Мабуть, не может подключиться. Ладно. За ее детей помолимся, так уж. За Сашу, Сережу, игра, что Господь дал, что покаялись, служили Богу. Так, за моего Давида помолимся, что Бог дал ему тоже оттянется, остановиться, обратиться к Богу, служить Богу в доброй совести. Ну, и все нужды Сауля, наверное, не могла подключиться за ее детей, помолимся, помолимся за наших хлопцев, что в селе, за Максимшуку, семью помолимся, за брата Василя, он весь сейчас в разъездах ездит, возит, привозит. За сестру Оксану, за детей, за батька, за сестрю, дай Бог благословит. Ну, вот и наши все нужды, друзья. Это такая у нас Господь дал, такая семья у нас. Может быть, не очень велика, но мы со своими проблемами приближаемся Богу друг к другу, и Бог нас благословит. Помолимся за Сашу, Дзюденков, что он ездит в Индию, трудится, хай Бог его тоже благословит, его служение, его нема, хай Бог, утешит, родину, сестры Марии. Мы слышали сегодня, Мария Гуменюк, сестры, человек, перешел в Вечность. Вчера я смотрел похорон, а я думал, что сестра Мария, там, таки я не мог понять, но было, такое дело. Потом у нас одна сестра, Люда Шерстюк, ее человек, лекарный лежит, генуальная хирургия, помолимся за нее, за него, хай Господь, да сили, там тоже проблема у нее, здоровьем. За сестру Олю Федорову, помолимся друзьям, за ее здоровье, хай Бог благословит, ее детей, внуки, все правнуки у нее там, хай Бог благословит. Ну и за всех, кого-то мне не задали, кого вы помните, за каждую церковь наша, помолимся. И нагадаю, что даст Бог життя, завтра у нас, по мере можливости, кто, як може, скільки може, у нас пост и молитва. А у меня же камера, кажется, выключена. У нас будет пост и молитва, мы будем приводить посте, будем просить Бога, чтобы Господь вышел на встречу, и Бог нам дал помещение для служения, для церкви служения. Я верю, что Бог не даст, коли як, не знаем, каких, масштабах тоже неведомо, але ничего, с терпением будем чекати. На чему мы заканчиваем нашу трансляцию, друзья? И после следующей трансляции чири молимся на нашу Богу. Это было служение церкви и блага, я был звонил со наукой асян, пастор церкви и блага, да поможем всем нам Бог. С миром Божьим, принимаем все ваши предвиды, и до побачивания, с Богом.